Встречу с Михайловной малышей детского сада номер 41 с нетерпением ждут каждое утро. У воспитателя младшей группы Анастасии Загорец 20 детей, и каждого она считает своим. Заботливая и внимательная молодой педагог на одной волне с воспитанниками. Перед ней, как и перед опытными коллегами, стоит непростая задача – воспитать достойное поколение. Но глядя на горящую своим делом и мотивированную Анастасию Михайловну, можно с уверенностью сказать – будущее в надежных руках. Я очень хотела работать с детками, у меня огромный энтузиазм в этой сфере. Естественно, я немножечко испугалась, потому что деток было очень много, они были очень маленькие, два года, первая младшая группа. Но я быстро ввелась в работу, потому что была огромная помощь со стороны руководства, то есть огромная помощь со стороны педагогов, которые уже давно работают в детском саду. Мне очень нравится работать, потому что это дети, это дети, это эмоции, это что-то такое неподдельное. Я прихожу каждый день, это улыбка, это Михайловна, мы тебя любим. Это очень мотивирует, и даже какие-то малейшие трудности, они уходят на второй план, потому что дети, ну, это, естественно, дети. Ежегодно ряды педагогов в Мозричине пополняют десятки молодых специалистов. В детские сады и школы – общеобразовательные, художественные, музыкальные – приходят выпускники, как местные кузницы педагогических кадров, так и забластных и столичных университетов и колледжей. Еще юных, но уже целеустремленных преподавателей поддерживают по-разному, подыскают в случае необходимости подходящее жилье, выделяют так называемые подъемные, оказывают моральную и психологическую поддержку. Да, молодая, но особого страха не было, потому что в университете были различные практики, как и в школе, так и в детских оздоровительных лагерях, поэтому особого страха у меня не было. Коллектив здесь дружный, хороший, всегда можно обратиться, помогут, поэтому хорошо, с этим проблем не было. Воспитанники тоже приняли их хорошо, то есть освоились, быстро познакомились и включились в работу. В свежих и перспективных кадрах сегодня заинтересована и строительная сфера. Молодые штукатуры и каменщики прибывают на предприятия после учебы в профлицеях. Многие после повышают уровень знаний в политехническом колледже или вузах. В планах у влюбленной пары строителей Анастасии и Юрия поступление и счастливая семейная жизнь. Я, получается, сама с Мозеря, мой молодой человек с Минска. Я поехала учиться в Минск, и там в общежитии мы с ним познакомились, в принципе, в лице, и начали общаться. Я предложила переехать в Мозерь на отработку, и вот мы как-то переехали в Мозерь и все, и живем. Я поехал в Мозерь за девушкой. Это было общее решение, и нет, не жалею. Молодые семейные пары успешно работают и в медицине. Педиатр городской детской поликлиники Наталья Аргиян – урожденная Мозерянка. К своей цели стать врачом шла осознанно. А из Гомеля, выпускница медуниверситета в родной город, вернулась с мужем. Он работает врачом в городской больнице. Общаюсь в школе, мне нравилась химия, биология, другие науки я больше не воспринимала. Плюс еще бабушка у меня была министратором отологии, все время отклонила меня в медицину. Так я и поступила в Гомельский университет. В университете я познакомилась с будущим мужем. Там мы вместе учились, ходили на разные кружки. Научно-исследовательская деятельность у нас была. После университета мы распределились сюда, в Мозерь, плюс потом уже поженились. Продолжать семейную трудовую династию – особая гордость. Для молодого начальника смены Мозерского Гручез выбор профессии был предопределен еще в школьные годы. И прерывать благородную традицию, когда пример близких всегда вызывал гордость и уважение, не стал. Сегодня он знает, если в пожарной части звучит сирена, счет времени идет на секунды. Шанса на промедление и права на ошибку нет. В любое время суток, при любой погоде, спасатели знают, что в них где-то очень верят и очень ждут. В семье у меня служил ей отец и дядя. Отец был замысленный начальник отчасти данного подразделения. А дядя работал в Минском областном управлении. В 22-м году в июле месяце я закончил университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, который находится в Минске. По распределению у меня был хороший средний балл, поэтому я сам мог выбрать будущее место работы. У меня в феврале месяце была стажировка здесь. Я месяц стажировался, всеми ребятами познакомился, всеми ребятами пообщался. И поэтому само влияние и адаптация коллектива прошла на хорошем уровне. На швейной фабрике «Надекс», как и везде, заинтересованы в быстрой адаптации молодых специалистов. За каждой вновь прибывшей швеей закрепляют опытного куратора. Это коллективная ответственность хотя бы на старте. Ведь воспитать по-настоящему хорошего специалиста – задача сложная, но выполнимая. Мы приходим работать всей группой. Я изначально, когда пришла, меня все хорошо, тепло встретили, познакомились сразу все со мной. То есть мы уже все друг друга знаем по имени, меня все знают. Хорошая дружеская женская атмосфера, хорошая женщина работает, мне все очень нравится. Ну, я всем понравилась сразу. Грамотная работа с молодыми кадрами – это стратегия не только для отдельно взятых предприятий, но и для всей страны. Ведь сила – это не только знание, но и отношение к людям. В полной мере прочувствовали поддержку семейная пара «Колесан», которая на Мозричину приехала из Витебска. В целом предоставили отличные условия. Не кидали сразу именно в гущу боя, можно так сказать. Поставили с опытным врачом. То есть мы поработали с опытным врачом около двух-трех месяцев. И потом уже как бы в вольное плавание. На Мозричине у супругов родился первенец. И после отработки семья планирует остаться здесь дальше – строить карьеру. Самый главный вопрос – жилищный. В хозяйстве помогли решить сразу. Выделили нам жилье, как только мы приехали оправлять документы. Нам выделили двухкомнатную квартиру, как молодой семье, с условиями, с центральным отоплением. Жилье есть, работа есть. Работа, ну, за нее платят достойно. То есть в целом почему нет? Можно жить. То есть как бы кранично недалеко, 4-5 километров до Мозыря. То есть город под рукой. Ну, если какие-то, вот, например, даже с теми же детьми куда-то свозить ребенка в больницу можно. Куда-то свозить ребенка в кружки можно. Тут не как агрокородок, а можно сказать, что как в части Мозыря живешь. В учебном классе, на строительной площадке, в медицинском кабинете или на ферме – не место красить человека. Если все делать с душой, даже самый маленький вклад в общее дело бесценен. И это главное знание, которое передают молодым специалистам на предприятиях района. В этом году первые самостоятельные шаги в карьере совершают десятки выпускников университетов, колледжей и лицеев. Здесь, на Мозырщине, они влюбляются, женятся, рожают и воспитывают детей. На них возлагают надежды коллективы и руководство. Молодым везде у нас дорога. Принцип советских времен не потерял актуальности. И сегодня.